Утро доброе. Наша YouTube почти семья. У нас цветочки распустились и окна запотели. Какой ужас. Перепад температуры. Надо открывать, проветривать срочно. По совету зрителей, чуть-чуть делать щелочку, не дооткрывать. Как раз Валера приехал, привез детей. Если Валера в шапочке, значит на улице не сильно жарко. Что за поколение детей? Не успела родиться, как уже красится. Как уже красота. И знает, что, к чему. Николь, ты такая красота. Куда убежала? Ой, не снимай меня. Не снимай. Вот так. Мадам такая у нас. Все капец мои косметики. Обычно подростки забирают маму косметику, а тут младенец. насмотрелась на Машу. И давай повторять. Ни у кого не было такого интереса косметики в таком возрасте. У мамы до сих пор нет интереса косметики, а ты уже красишься. Вот так. Красиво, красиво. Ну, сильно не краешься, а то будешь слишком красивой. Николь, слишком красивой тоже быть нехорошо. Мы не только умеем краситься, мы еще умеем стирать. Вот хозяюшка помогает маме. Умничка. Ты просто молодец. Да, да, сейчас мама зальет порошочек и ты нажмешь на зеленый. Мы учим цвета при помощи стиральной машинки. Вот так. Николь сегодня мне помощница. Умничка. Мандарины чистит. Стирку закладывает. Но перед этим нужно навести красоту на лице. Да. Николь, ждем зеленый цвет. Да, зеленый цвет. Подожди, нет зеленого. Все, смотри, зеленый. Нажимай зеленый. Да, давай, пальчиком нажимай на зеленый. Молодец. Умничка. Стирает. Все, все, хватит. Смотри, смотри, смотри. Смотри, ты уже стираешь. Молодец. 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 Возьми себе награду. Награду берешь себе? Бери себе награду. Вот. Обязательно за дела нужно брать себе награду. Умничка. Помогало все. Можно кушать мандаринки. Иди. Иди, иди чисть. А может за стол сядешь? Николя, ты такая сегодня красивая. Вы пишите подстричь Николе челка. Ой, челку. Это Николька. Ты сильно близко подошла. А зачем ей стричь челку, если у нее челка растет самостоятельно? Вот. Первую челку я собрала в хвостик. Вторая челка выросла. А вот еще под челкой у нее еще растет челка. Так что стричь не нужно. Нужно отращивать и собирать хвостики. Но хвостики долго не держатся у нас. Она их снимает. Ну вот. Что такое? Куда ты любишь залезть? Кирюша тоже была непоседой. И постоянно сидела, лежала и засыпала. На месте ни секунды не сидела. И это такая же. Кто непоседа? Кто непоседа? Кто непоседа? И мама ни на секунду не отпускает. Вот видите, у Николи есть челка. Она будет отрастать. Я буду ее закладывать. И вырастет еще одна челка. У нее густые волосы будут. Вот еще челочка растет. Ровненько причем. У Киры точно так же волосы росли. Николи и Кира они похожи чем-то. Вчера Марк подошел ко мне и говорит, мама, ты знаешь какая самая-самая сладкая конфета в мире? Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, самая сладкая конфета в мире это наша Николь. Таки да. Только я ее называю булочка. Сдобная булочка. Вкусная, сахарная. А еще можете нас поздравить. Мы закончили грудное кормление. Было нелегко, но мы справились. Куклешек, что ты там делаешь? Что ты там делаешь, Куклешечка? Работаешь, да? Николь, ты такая красивая в фартушке. А что ты будешь готовить? Ты будешь на кухне вместо меня? Коль, ты оказывается талантливейший ребенок. Художник. У нас теперь на стене будет два искусства. Одно искусство от Ван Гога, а второе искусство от Николь. Николеты. Николь. Знаешь, что нужно делать? Рамочку папе сделать и наклеить ободочек. И будет твое искусство. Обалдеть, как красиво. Да ты просто талантливейший человечек. Искусство от Николь. На, вытирай. На, держи. Вытирай искусство. Искусство где ты сделала? Да не там. Вот искусство вытирать нужно. Вот. Вот. Давай. Давай. Вытирай искусство. Ну, ты молодец. Давай, давай. Давай. Не, не, не той стороной. Этой стороной. Вот. Мягенькой надо вытирать. Мягенькой вытирать. Мягенькой. Мягенькой. Давай. Красивенько делай. Я понимаю, это все красиво. Но мы сохраним на видео. Хорошо? На видео сохраним твое искусство. Да. А это немножечко подотрем. Да. Кто рисовал, тот и вытирает. По-другому никак. Угу. Давай, давай. Старайся. Она еще и диван пописала. Молодец. Умничка. Хозяюшка такая. И художница. И хозяюшка. Все в одном. Не, она мне не дает. Сама. Все сама. Потом хейтеры напишут, что дети за тебя убирают. Таки да. За меня и готовят. И убирают. И стирают. Все за меня делают. Поэтому я и стала многодетной мамой. И тут Остапа понесло. Ну что, только одну стену мыть. Давайте я вам уже все помою. Хозяюшка, помощница, батареи решила помыть. Ой-ой-ой, это не я. Ладно. Буду мыть штатив. Самый лучший возраст начался. Это когда ты отлучаешь от груди. Она уже не младенец. И становится такой интересный, интересный. Николюшка, что ты делаешь? Помогаешь? Сама? Умничка. Умничка. Такая помощница. Ай, молодец. Золотая датына. Николюшка. Ты к вазончикам добралась? У мамы руки не добираются, а у Николь везде добираются эти ручонки. Какая молодец. И самое интересное, что я ее об этом не прошу. Я только попросила помыть стену, которую она изрисовала. Откуда ты знаешь, что нужно листочки протирать? Какая молодец. Вот. Хорошая хозяйка растет. Можете бронировать места на невестку. Платите залог заранее. Вот. И пол помоет. И вазончики протрет. Я не прошу ее. Все сама. Все сама. Вот такая помощница. Устала, Николь? Нет, не устала. Полежала, чуть отдохнула и дальше пошла. Как истинная женщина. Чуть-чуть отдохнула и пошла дальше. На обед ничего не готовлю. У меня есть картошка тушеная с мясом. Холодец, салат и все есть. Что готовить, если все есть? Пока не доедим нового, ничего не буду готовить. Едем мы на Дзюдо. Я говорю, Марк, смотри, Дед Мороз едет. А Марк говорит, почему на велосипеде? Я говорю, потому что у нас снега нет. А вместо оленей у него собаки. Такой интересный. Это не он. Где-то он нас догоняет или не догоняет. Не, пока не догоняет. А вот в пробочке едем. А у него там такие колеса интересные. Хендмейд. Широкий. Резина такая мощная. Это точно Дед Мороз наш? Украинский. С трезубом. С трезубом. Там у него рюкзачок и трезуб. Такой патриотический Дед Мороз. Он уже очень далеко. Далеко у нас. Он уже не догонит. А мы сейчас можем в стадию у нас обгонит еще. Ну посмотрим. Если он будет подъезжать, еще включимся. Вот-вот-вот он поехал. Нас обогнал Дед Мороз. Такой интересный. И сзади него собаки бегут. Видать его собаки. А мы ехали. Он едет. Маршрутка хочет обогнать. А он едет и не дает. Едет по краю дороги. Маршрутка обочечник. Не может его обогнать. Но обогнала. А он молодец. Надо было ему вообще так не дать маршрутке обогнать. Сейчас мы догоним. Смотрит, видишь, трезуб на этом. На рюкзаке. Да-да-да. Трезуб. Вот такие. А колеса какие у Деда Мороза. Белая борода. Белая борода. Почему его назвали Деда Мороза? Потому что борода белая. Издалека ты смотришь. Не хватает шапочки ему. Короче говоря, нас велосипедисты обгоняют. Обгоняют. Все. Уехал наш дедушка. Что, Марк, ты говоришь? Правильно дорожное движение. Чтобы перейти пешком. Переход. Нужно слезть. Да-да. По правилу нужно пойти пешочком через переход. Сегодня же зимнее солнцестояние. Значит, день будет уже длиннее. Все, потухла лампочка в машине. И с каждым разом будет все приятнее, приятнее приходить на спортплощадку. И меня, по крайней мере, будет видно. Ждем Марка. Валера еще занимается. Я свои 6 тысяч шагов находила. Больше пока не могу. Ждем Марка и домой. Так что поздравляю всех. Уже будет день длиннее, ночь короче. Это радует. Это радует. Это значит, что у меня будет добавляться энергия. И, кстати, по прогнозу у нас там идет потепление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!